МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости в студии Ирина Звягинцева. Коротко о главных темах выпуска. Я в шоке. Как-то не очень. Дорогу автобусом на участке улицы Ленина в Южно-Сахалинске появилась выделенная полоса для общественного транспорта. Убегай, убегай, убегай! Ты, Далматин, гигантский! Счастливый финал и новое начало. Щенок из Южно-Сахалинска нашел семью на Кунашире. У меня всегда лежало сердечко к бегу. Просто любила скорость и адреналин вот этот вот. Полезный и доступный всемирный день бега отмечают сахалинцы. Блесна, тампон. А вы на что ловите? Пробую на муху. С лицензией и только на удочку островные рыбаки-любители поделились секретами ловли Симы. Мы обрадовались, что заняли третье место. Но сверху один раз прыгали, потому что форсаж сильнее всех. Награда особой значимости. Сахалинские львята взяли бронзу на всероссийском турнире. Директор Сахалинского института железнодорожного транспорта стал фигурантом уголовного дела. Об этом сам Иван Литвинов узнал, когда к нему в кабинет пришли сотрудники островного ФСБ. Руководители филиала ДВГУПСа подозревают в том, что он начислял зарплату фиктивным работникам, которых сам же и устроил в свой институт. Незаконное расходование бюджетных средств вышло крупным. Ущерб превысил 3,5 миллиона рублей. Ознакомьтесь, пожалуйста, распишитесь. И надо будет проехать с нами в следственный отдел ФСБ. Из своего кабинета в сопровождении сотрудников ФСБ Литвинова посадили в машину и доставили в управление. Возбуждено уголовное дело, оперативно-розыскные мероприятия и следствия по нему продолжаются. В областной столице появилась первая выделенная полоса для общественного транспорта. Спецразметка украсила участок улицы Ленина от Емельянова до Пуркаева. Но обведение должно позволить автобусам, движущимся в северном направлении, быстрее преодолевать загруженный участок дороги. Но довольно далеко не все водители. Подробности в сюжете. Создать отдельную зону для общественного транспорта решили, перераспределив полосы на дороге. Теперь от улицы Пуркаева на север ведет три направления, включая выделенное для автобусов. А вот от улицы Емельянова на юг всего одно. Пробка теперь с той стороны. То есть зато оттуда ездишь, туда нормально, а оттуда стоишь. Как впечатления от нововведений? Ну я что-то в шоке вообще. Как-то не очень. Неудобно? Пробки? Ну да, как-то перестраиваться проблематично. По задумке выделенная полоса должна повысить скорость движения автобусов, при этом не создавая помех владельцам личного транспорта. В настоящее время мы постарались сделать так, чтобы максимально эффективно работала дорога для личного транспорта и для автобусов. Я думаю, в ближайшее время уже люди оценят эффективность именно принятого решения и посмотрим вместе с населением о том, как это все сработало, какую эффективность мы получили. Все это будем детально рассказывать и показывать. Появление выделенных полос для общественного транспорта на остальных участках зависит от трафика и загруженности. Изменения коснулись и других дорог. На улице Держинского продолжается борьба за безопасность пешеходов. Еще одним новшеством на дорогах областной столицы стали ограничители для парковки автомобилей. Будущие клумбы помогут бороться с любителями оставить транспорт на пешеходных переходах. Мнения жителей о целесообразности подобного решения разделились. Я считаю, что они лишние. А почему? Потому что дорогу за узелем мешает разъезжаться. В Южно-Сахалинске я знаю, что, во-первых, есть система кое-где для снижения скорости, островки безопасности, подобные штуки и так далее. Я много путешествую по стране и не только. Я могу сказать, что не во всех городах, там даже в западной части есть такое. Поэтому такая, знаете, гордость берет за Южно-Сахалинск, что мы впереди планеты всей. На сегодняшний день выводы делать пока рано. По словам экспертов, результаты нововведений покажет август и сентябрь, когда нагрузка на транспортную систему вернется к стандартным показателям. Владимир Ильин, Дмитрий Клировский, телекомпания ОТВ. Адмирал Невельской отправился в первый полноценный рейс. Его пассажирами стали больше сотни человек, в том числе студенты островного колледжа искусств, представители регионального правительства и бизнеса. Новый паром в перспективе будет возить и туристов на Курильские острова. Эту инициативу сейчас прорабатывают вместе с региональным министерством туризма. В числе прочих, где оказался и тур выходного дня. В том числе и для жителей непосредственно самого Сахалина, потому что не все у нас побывали даже и жители на Курилах. Тур выходного дня позволяет в пятницу уйти и в выходные уже вернуться обратно, то есть не перерывая свой основной график и рабочий. Билеты на дебютный рейс уже раскупили и сами курильчане. Часть из них присоединится к рейсу на Итурупе. Именно там будет первая остановка судна. После посещения острова адмирал Невельской проследует на Кунашир, затем посетит Шикотан, а после него вернется в Корсаков. Щенок из Южно-Сахалинска улетел к новым хозяевам на Курилы. Собака из Центра помощи животным «Доброе сердце» долгое время находилась в приюте. Обстоятельства мешали ей попасть домой. Но история получила счастливый финал. Четырехлапая пассажирка отправилась к семье на Кунашир. Мои коллеги приняли участие в операции. Дарина попала в Центр помощи. Животным «Доброе сердце» с подозрением на уши плапы. Опасения не подтвердились, поэтому пришло время искать для нее новый дом. Хозяева Дарины приехали в Центр, увидели Дарину и просто по уши в нее влюбились. И тогда они уже, видимо, знали, что это их собака и что она точно будет жить у них. Семья Алфюровых давно мечтала о щенке. Однако после визита в приют они сразу же должны были улетать домой, в Южно-Курильск. Поэтому решили отправлять Дарину самолетом, но позже. На самом деле Дарина сама нас нашла. Потому что как только мы зашли в комнату, она прибежала к мужу на руки и все. То есть это уже прям любовь-любовь была. И мы не могли отказать ей и себе тоже в этой любви. Однако обстоятельства все время мешали добраться Дарине до нового дома. Сначала для нее не было сопровождающего, а после щенок заболел энтеритом. Два месяца она провела в одиночестве, пока не нашелся человек, с которым полетят вместе. Собаки оформили документы в срочном порядке. Мы отправили ее в клинику на Лермонтово. И огромное спасибо Анне из клиники на Лермонтово за то, что она сделала нам ветеринарный паспорт для Дарины, полный медосмотр и прививки. Возникла еще одна проблема. Для собаки не оказалось транспорта, который бы довез ее в аэропорт. Наша съемочная группа также решила помочь Дарине добраться до дома. Мы привезли ее в аэропорт. Сейчас четырехлапому пассажиру предстоит пройти небольшое испытание. Ветеринарный контроль, чтобы оформиться для перелета. Александр Соловьев – попутчик Дарины. Он согласился взять щенка с собой на Кунашир и передать хозяевам. Мне поступил звонок с аэропорта. Сказали, что не могли бы помочь, собаку перевезти. Я подумал, почему бы и нет. Согласился. Потому что всякое в жизни бывает. Помощь необходима людям. Спустя час и четырехлапая путешественница уже на другом острове. Теперь родном. Дарина. Убегай, убегай, убегай. Ты далмачин гигантский. Семья Алферовых решила не менять кличку. Дарина в первый же день отправилась смотреть на красоты острова. Удивлялась океану, бегала по полям и побережью. Короче, это был вообще восторг. И для меня, и для нее. Первая наша прогулка была потрясающая. Сейчас мы валяемся на кровати вместе с ней. Она от нас вообще не отходит. Волонтеры Центра Доброе Сердце мечтают, чтобы таких счастливых историй было больше. Сейчас их хвостатые подопечные нуждаются в заботливых руках, лекарствах, корме. А некоторые даже готовы обрести хозяев. Подробнее о необходимой помощи вы можете узнать по телефону, указанному на экране. Кристина Ким, Алексей Вершинский, телекомпания ОТВ. Отопительный сезон в Южно-Схалинске продлят, но не для всех. После 6 июня батареи остынут в жилых домах и части других объектов. Тепло продолжит поступать только в социальные объекты, медучреждения, детские сады, пансионаты. Впрочем, для жилфонда рассматривают и вопрос о том, чтобы сдвинуть сроки отопительного сезона. Однако мэрия и министерство ЖКХ пока не дали положительного ответа. Об этом на специальном брифинге рассказали коммунальщики областного центра. У нас так уже и сложилось, собственно говоря, 6 и 7 число. У нас остановка, потому что это как раз вот эти вот дни. И как правило, как только мы останавливаем, дня через 2-3 начинаются дожди, начинается холодрыга, страшенная и так далее. Но зато перед этими 5 днями начинается у нас жара. И у нас половина людей просит, отключайте быстрее. Как только мы отключаем, вторая половина просит, быстрее включайте обратно. После окончания отопительного сезона этим летом коммунальные службы начнут ремонтировать сети и готовиться к новому сезону. За этот год коммуникации сильно износились. Всего было обнаружено около 600 повреждений. В первую среду июня отмечают Всемирный день бега. Это один из самых доступных видов спорта, способствующих поддержанию здорового образа жизни. На Сахалине им увлекаются тысячи и показывают высокие результаты с одной из талантливых воспитанниц. Островной школой летних видов спорта Алисой Платоновой пробежался наш корреспондент. Ее коронная дистанция 400 метров. Алиса Платонова пробегает ее за 55 секунд. 24 сотых. Девушке буквально не хватает одной секунды для выполнения норматива мастер спорта. И пока это лучший результат в стране в возрастной категории 2002-2003. Такой рекорд подопечная тренера Натальи Шапкиной совсем недавно установила в Хабаровске на втором этапе летней спартакиады молодежи России, где умудрилась завоевать два золота. Давай, 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 давай! Время! Для начала нужно разобраться, как бежать первые 200, первую половинку, потом вторые. Естественно, последние 100 метров очень сильно вырубают ноги, и там уже просто на волевых добегаешь. Это очень сложно. В легкой атлетике Алиса уже шестой год. До этого занималась горными лыжами и покоряла высоту с трамплинов. А потом спортсменку приметили за длинные и быстрые ноги. Немножко наклон держи и пошире набегай. Давай еще разок. Я ее увидела на четырехборье. Даже на президентских состязаниях хорошо набежала эстафету, 60 метров хорошо пробежала. Ну, предложила, я говорю, будешь заниматься. Тем более она к этому времени уже решила, что прыжки с трамплина ей не подходят. Немножко боялась она там. Бояться нечего. Необходимо регулярно и кропотливо оттачивать технику королевы спорта. Да и стадион «Спартак» стал народным. Здесь смешались люди разных возрастов и уровня подготовки. Ряды приверженцев бега заметно подросли. Я думаю, достаточно бегать именно два-три раза в неделю. Но обязательно сочетать это с упражнениями. Это совет исключительно для любителей. Профессионалы же бегают каждый день, где захочется. Одна из таких – Ульяна Добровольская. Организатор известного на острове спортдвижения. Беги с нами! Не будь как Гриша! Их частенько ранним утром можно увидеть отдельной группой. «Динамо бежит» и «Все бегут». Иголи Антипов, Алексей Вершинский, телекомпания ОТВ. В продолжении темы Ульяна Добровольская, инициатор спортивного и оздоровительного проекта «Не будь как Гриша», пришла прямо с предыдущего сюжета к нам в студию. Девушка стала одной из победительниц недавнего полумарафона «Забег.рф» и готова рассказать все, что знает о беге. Запись беседы смотрите прямо сейчас в рубрике «Гость в студии». Ульяна, здравствуйте. Здравствуйте, Ирина. В первую очередь интересно узнать о вашей пока что последней победе, о недавнем полумарафоне «Забег.рф». Расскажите, как долго готовились, как шли к этому, и насколько значимая победа для вас в копилку ваших медалей? К «Забег.рф» я готовилась не специально. То есть это было такое участие в этом мероприятии в плане подготовки к московскому марафону, который состоит в сентябре месяце, 26 сентября. 5 мая я вернулась с казанского марафона, который состоялся 2 мая. И после совещания с тренером, если так можно это назвать, мы решили, что будем принимать участие в этом полумарафоне, посмотрим форму, оценим, в каком состоянии сейчас нахожусь, чтобы дальше выстраивать график, план тренировок. Сложно ли было? Наверное, нет, потому что была погода очень идеальная и подходящая для именно бега. Бежалась с улыбкой, с комфортом. Насколько я знаю, вы не профессиональная спортсменка, с детства спортом не занимались, подшколы не заканчивали. Почему именно бег? В какой период времени в жизни вы пришли к такому желанию бегать? Бег в мою жизнь пришел относительно недавно, в 2016 году. Я начинала бегать для себя, то есть какие-то незначительные дистанции, это 5-10 километров. И уже в 2017 году я решила, что хочу соревноваться и начала выступать наравне с остальными любителями и профессиональными спортсменами. В спортшколах не состояло. В школе, когда училась, в институте, конечно же, участвовала в разных спортивных эстафетах городских, но не более того. И очень рада, что бег вот так вот ворвался в мою жизнь и закрепился. Вы организатор проекта «Не будь как Гриша». Давайте поговорим о нем. Почему Гриша – это какой-то собирательный образ или какой-то конкретный человек? Этот проект нам пришел из Приморья. Гриша – это реальный человек. В 2018 году Гриша был старшим тренером океанариума города Владивосток. Он занимался млекопитающими. И после вместительства он является бойцом ММА – смешанных единоборств. Мои друзья решили помочь ему с подготовкой к соревнованиям. Ему нужно было немножко сбросить вес. И предложили, что давай, Гриша, мы будем бегать вместе с тобой. Ты будешь сбрасывать вес, а мы будем тебя в этом плане поддерживать. И определили время, самое оптимальное – 5.30 утра. Гриша сказал, что да, ребята, я буду с вами бегать. Но в течение месяца находил всяческие отговорки, почему он не пришел. То проспал, то сболел, то нога, то рука. И ребята между собой решили поставить такой хэштег для соцсетей. Не будь как Гриша, беги с нами. 15 июля мне в соцсетях написали ребята с просьбой поддержать их. Таким челленджем «Разбуди Россию». И вроде как Гриша обещал прийти на это мероприятие. У него был день рождения. И он сказал, что если 100 человек придет, организуйте мне 100 человек в присутствии. Я приду. Пришло порядка 300 человек. Поздравили Гришу с днем рождения. Несколько регионов нашей страны поддержали этот челлендж. Южно-Сахалинск в том числе. И мы эти пробежки стали бегать практически круглый год. И в 5.30 наше время. Скажите, пожалуйста, насколько развита на островах легкая атлетика? Я сейчас говорю не о профессиональных школах, которые есть у нас. А вот именно о таких любительских клубах. Потому что их много. На сегодняшний день как они работают? В Южно-Сахалинске, насколько я знаю, у нас функционируют только два беговых клуба. Ну, как его два. Один Рансах с известным тренером Романом Тубецким. Замечательный спортсмен, атлет. И нашу «Не будь как Гриша». Не Гришем мы называем себя. Очень много людей, которые хотят заниматься бегом, но боятся. Очень часто пишут и нам в соцсетях. Вот мы хотим присоединиться к вам, как это сделать. Но очень сложно начать. Мы говорим, приходите, неважно, к нам, в ран-носах. И просто бегите. Не задумывайтесь об экипировке, о кроссовках. Вот что у вас есть, берите и начинайте бегать. А уже дальше можно втягиваться в бег. По поводу школ, было бы очень здорово, если бы их было больше. Пока что мы отстаем. Даже в том же самом Владивостоке этих беговых любительских клубов гораздо больше. Не говоря уже о городах-миллионниках. Но будем стараться, будем надеяться, что люди будут активно втягиваться в беговое движение. Ульяна, что вы посоветуете и пожелаете зрителям, которые хотят начать бегать, но никак не могут преодолеть свой страх? Начните. Просто от желания до действия буквально один шаг. Поэтому как только у вас появилась идея о том, что я хочу, берите и действуйте. Приходите, неважно куда. Будь то это любой беговой клуб, либо самостоятельно. Знакомьтесь с людьми, потому что у нас беговое комьюнити очень доброе и открытое. Поэтому всем бег. Спасибо большое, Ульяна. Я благодарю вас, что вы пришли к нам сегодня в студии. Всего доброго. До свидания. Спасибо большое. Второе высшее образование в России тоже станет бесплатным, но только в сфере искусства. Такой законопроект приняли в первом чтении в Госдуме. Его внесло правительство страны. Инициаторы считают, что к творческим привязанностям люди обычно приходят уже в зрелом возрасте. Именно такую категорию граждан призван поддержать. Наш законопроект призван помочь талантливым людям бесплатно получить профильное высшее образование и реализовать свой потенциал, в конечном итоге обогатить современную культуру. Проект закона разработали в Отечественном министерстве культуры. Претендовать на бюджетные места смогут будущие режиссеры, дирижеры, композиторы и те, кто хочет связать жизнь с литературой. Точный список специальностей еще предстоит разобрать. Этим займется Минкульт. Это еще не все новости выпуска. Смотрите далее. С лицензией и только на удочку островные рыбаки-любители поделились секретами ловли Симы. Мы обрадовались, что заняли третье место, но слегка один раз прыгали, потому что форсаж сильнее всех. Награда особой значимости сахаринские львята взяли бронзу на всероссийском турнире. Ответственность за преступления террористической направленности, организация и участие в деятельности террористической организации. От 10 лет до пожизненного лишения свободы. Финансирование терроризма и вербовка. От 5 лет до пожизненного лишения свободы. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, ее оправдания и пропаганда. До 7 лет лишения свободы. Не сообщил о преступлении террористической направленности, сел в тюрьму. Будьте бдительны, будьте осторожны. У берегов Сахалина продолжается нерест Симы. Ловля первого вида лосося, который массово прибыл на остров, строго контролируется. Добывать рыбу можно только по лицензии, на удочку и в определенных местах. За нарушение грозит ответственность административная и уголовная. Мой коллега Владимир Ильин узнал, как легально раздобыть вишневого лосося. Массовый заход Симы на Сахалин начался в конце апреля. Однако порыбачить в свое удовольствие любители лосося смогли гораздо позже. После схода половодья к морскому побережью и рекам подтянулись люди с удочками. Традиционно лицензионный лов проходит на трех участках в реках Анивского залива. Тамбовская, Урюме и Лютаги. Поймать на удочку такую добычу не так уж и просто. У каждого рыбака свои секреты. Там рано выезжать, чтобы ловить. Прямо рано-рано. Девять приехали, сейчас сколько времени? Рыба не голодная. На какую наживку ее лучше всего ловить? Блесна, тампон. А вы на что ловите? Пробую на муху. А это что такое? Муха. А, то есть... А вы сколько сегодня по времени уже здесь находитесь и сколько поймали? Час где-то. Ни одной не поймал. Продажей путевок на Симу занимаются только две компании на Сахалине. Это частная анифская организация «Олимп» и островной филиал главрыбвода. Стоимость лицензии на один хвост составит 140 рублей. Для желающих сэкономить предусмотрены санкции. Штраф до 5000 рублей и даже уголовная ответственность. По словам рыбаков-любителей, сема хитрая, сильная и очень пугливая рыба. А из-за браконьеров с каждым годом улов становится все меньше. Я пацанов, как говорится, ловил. Ну удочка, вон, с дерева отрезал и поплывок. А сейчас сколько всяких примочек и, как говорится, вот пытаюсь что-то поймать. Но вы ради улова или для души? Нет, просто, блин, как бы с удочкой посидеть, ну, так отдыхнуть. Несмотря на то, что продавать рыбу нельзя, ее несложно найти на прилавках рынков в областном центре. На некоторых экземплярах следы от сетей. Продавцы при виде съемочной группы убирают запрещенный товар с прилавков. Средняя цена – 500 рублей за килограмм. Даже я вам не могу сказать, у нас ее нет. А вы на вкус ее пробовали? Как ее готовят обычно? Жарят, варят, парят? Жарят и в кляре делают. Лицензии покупают, ловят. То есть так ее купить в городе сложно? Да. В островном регионе любой способ лова Симы без лицензии считается браконьерским. Необходимый документ можно приобрести в Анивском районном отделе сахалинского филиала «Главрыбвод». Владимир Ильин, Дмитрий Клировский, телекомпания ОТВ. Для спорта нет преград. Это на своем примере доказала первая на Дальнем Востоке детская команда по слэдж-хоккею «Сахалинские львята». Юные спортсмены всего год стоят на льду, но уже принесли родной области уверенное третье место во всероссийском фестивале «Хоккей Фэмили Фэст-2021». Анастасия Красова пообщалась с бронзовыми призерами. Хоккеисты вошли в зал с кубками и медалями. Скромные, но очень довольные своей победой они сели в первый ряд. Иван Сборовский – капитан сборной по слэдж-хоккею. Кроме этого, парень получил и личную награду. Он оформил больше всего голов. За две игры Иван отправил семь шайб в ворота противников. Долго тренировались, готовились к матчу? Нет. Мама капитана команды признается, что сын с рождения любит спорт, мяч и быстрые игры. Он очень переживал, когда проиграли. Мы во второй игре очень радовался, когда победили. Старался очень сильно. Но это его вид спорта. Он у нас такой целеустремленный и активный. Ему очень нравится. Тренирует бронзовых призеров Алексей Лысов – мастер спорта международного класса. Обладатель серебряной награды пара Олимпийских игр, победитель первенства Европы и шестикратный чемпион России по слэдж-хоккею. В команде у него 13 подчиненных, но на соревнования в Нижний Новгород поехали только 8. Выросли над собой, так сказать. Очень добавляют именно в мастерстве хоккея. После фестиваля с особым рвением приходят на тренировки. Они уже увидели, что, к чему, как, для чего они стараются. Конечно, вкус победы почувствовали. Ребята и их родители получили благодарности и сладкие призы. А затем победу отпраздновали за общим столом. Сейчас набор в команду по слэдж-хоккею продолжается. Сюда принимают школьников с ограниченными возможностями здоровья. Ждут на тренировках и девочек. Ведь в планах у преодоления создать женскую сборную. В центре преодоления, на базе которого существует команда, уверены, что именно тренировки и соревнования позволят детям насытить жизнь впечатлениями. Анастасия Красова, Сергей Салихов, телекомпания ОТВ. Число пользователей мобильных бригад в Сахалинской области перевалило за 5000 человек. Благодаря этой услуге инвалиды и пенсионеры могут бесплатно доехать до поликлиник. Бригады заработали еще в 2019 году. В рамках нацпроекта «Демография» пользуются популярностью у островитян. Кристина Ким узнавала, как воспользоваться социальной помощью. Юдакия Матвиенко имеет инвалидность по зрению. Женщина почти ничего не видит, а еще страдает от болезни ног. Сын пенсионерки, который раньше ухаживал за ней, переехал на материк. Поэтому теперь Евдокии Максимовной помогает социальный работник. Она все делает. Я говорю, что дай бы Бог всем такую работницу, как мне. Елена Иванова наводит дома порядок, покупает продукты и лекарства, а также берет талоны на прием к врачу. С 2019 года в области заработала услуга мобильных бригад. Пожилых, в том числе инвалидов, отвозят в поликлиники бесплатно. А затем возвращают домой. Евдокия Максимовна часто пользуется такой помощью. Такое сопровождение на машине все-таки это важно? Конечно, а как бы мне каких-то 20 километров добираться, менячу. Ни машины, ничего не. По приезду спецтранспорта водитель сообщает об этом социальному работнику. После помогает гражданам спуститься и расположиться в машине. Мало мобильных граждан, даже тех, кто ходит, но не очень хорошо. Для их же комфорта к машине соцслужбы спускают на инвалидном кресле. Само авто оборудовано подъемником, поручнями и всем необходимым. Вызывают мобильную бригаду социальные работники. Они же сопровождают подопечных в пути. Задержек никогда нету, потому что направление дают нам заранее. Врачи дней за пять, за шесть. Они все это знают. Мы заранее заказываем. Не то, что там завтра нам дали, завтра надо ехать. Нет. Это все делается заранее. Мобильные бригады инициатива для Сахалина сравнительно новая. Ее внедрили в рамках нацпроекта «Демография». Оборудованные машины есть в семи районах области. Углегорском, Хомском, Тамаринском, Макаровском, Александросахалинском, Долинском и Паранайском. За два года услуга воспользовались более 4 тысяч человек старше 65 лет и имеющих ограниченные возможности здоровья. Данной услугой может воспользоваться не только тот гражданин, которого обслуживает социальный работник. Любой нуждающийся может набрать номер телефона органов соцзащиты по месту жительства и заказать услугу по доставке в медицинскую организацию. К 2024 году на территории Сахалинской области будут работать 15 мобильных бригад. Машины закупят над средствами из областного и федерального бюджетов. Кристина Ким, Александр Лавриненко, телекомпания ОТВ. Я напоминаю, что наши новости вы можете посмотреть на нашем сайте Сахалин Курила по адресу skr.su и на нашем ютуб-канале. Ну а я прощаюсь с вами. Всего доброго и до новых встреч. Продолжение следует... Задолженности напоминают о себе, когда вы ждете этого меньше всего. Хорошо, что есть электронные госуслуги. Теперь ваши заботы по задолженностям вы легко сможете решить в любое время в удобном для вас месте. Госуслуги. Проще, чем кажется. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»